Взяли людей с автоматами, то есть это были молодые парни, 20-25 лет, все в татуировках. Они блокируют все входы, выходы, выкидывают старую охрану. Прикиньте, да, в таких условиях бизнес делать, там салона красоты. Нас предупредили за месяц, хотя слухи ходили давно, мы в целом были уже готовы. Хотя напрямую никто не говорит для того, чтобы не прекращали аренду платить. Все же делается, блин, хитрожопо, чтобы по полной деньги выкачать, а потом уже там, ну, не возвращать. Потому что эти платежи, которые за аренду вносишь, ты вносишь, как правило, за первый месяц и гарантированный платеж. Или там обещанный платеж, по-разному называется. Его с тебя вычитают, если ты там съехал и помещение немножко там испортил, там стены, чтобы отремонтировать. Или вдруг не заплатил, чтобы у арендодателя была гарантия. Арендодатель никогда ничего не теряет. Все теряет всегда арендатор, ну, предприниматель, бизнес. Потому что арендодатели, это тоже бизнесмены, конечно, но я сейчас не хочу даже говорить, как правило, кто является арендодателем здесь в Москве, какого рода бизнесмены, на каких условиях им эти здания принадлежат. Ну, прекрасно сами все знаете, как все это устроено. Вот, поэтому теряют арендатора, как правило. И вот сейчас в течение месяца там 200-300 бизнесов должны взять и найти себе новое помещение какое-то. Ну, во-первых, за месяц не факт, что можно подобрать себе что-то. Мы успели. Не знаю, хорошее, плохое помещение со своими плюсами и минусами. Но времени нужно больше, как правило, чтобы найти, договориться. Там тоже с документами все в порядке бывает. Вот, потом деньги арендатор теряет на переезде. Представьте мне, например, перевезти там сейчас всех сотрудников, перевезти склад на несколько миллионов, там запихнуть в машину все, всю мебель. У нас там есть определенные тонкости. Например, к нам на серпантин не может въехать большая машина с кузовом. Мы вынуждены маленькими машинами перевозить. Ну, не легковыми, но там максимум. Там что-то портер, по-моему, влезает. И то, если у него колеса не очень накачаны, там высота не очень большая. Вот. Все вот эти издержки несет арендатор. Плюс он в новом помещении должен внести тоже, как правило, один платеж и второй. То есть два платежа. Найти сразу денег на две аренды два месяца. И прикол в том, что многие арендаторы опять платили за последний месяц тоже. То есть они заплатили за месяц, за который, по идее, должен был быть зачтен обещанный платеж. Получается, его должны им вернуть, потому что он лишний. Потому что больше месяца в здании в любом случае просидеть нельзя. Вернут им его или нет? Ну, вот как мы недавно разговаривали с другими предпринимателями, музыкой занимаются, говорят, что ни разу не видели такого случая, чтобы обещанный платеж был возвращен. Я, честно говоря, тоже ни разу не видел на своей практике, чтобы обещанный платежи всегда чем-то найдет арендодатель, перезачесть. Там помещение ему испортили, там недоплатили что-то. Или там, ну, придумывают, короче, какие-то истории для того, чтобы обещанный платеж не возвращать, но уж деньги уже давно потрачены. Вот. Так что вот с такими вещами сталкивается арендатор. Я сегодня покажу вам, ну, или сейчас вот в процессе, там, может, какие-то вставочки сделаю, как выглядят помещения, из которых мы съезжаем, и как выглядят помещения, в которые мы заезжаем, наоборот. Вот такой красивый вид на третье транспортное, стульское. Мы, ну, вид там, конечно, не такой хороший, как здесь. Но что поделать, правильно? Есть же какие-то минусы. Самое главное. Самое главное, чтобы бизнес деньги приносил. Да. И вот наши статистики, наши досочки с планами мы тоже обязательно захватим с собой. И цветы придают уют каждому офису. Вешалку даже заберем. Вот, вывеску опять же снять. Ну, прикиньте, там, вывеску повесить. Надо альпиниста вызывать или как минимум длинную лестницу какую-то ставить. Эту здоровую вывеску, ее надо отмыть, перевести, переподключить. И все эти провода, которые везде валяются, непонятно, как сделано, они обрезаются. Потом на новом месте все это надо восстанавливать. Ну, в общем, непрямых, как бы, убытков арендатор несет просто до хрена, я бы сказал. Ну, по договору все нормально, как бы, ну, есть никакие суды. А очень много судов, кстати, ну, какие-то открывали с прошлым арендодателем. Вот, когда вот этот захват весь был, здание. Вопрос типа, чего в суд не пошли, там, и так далее. Несколько судов было, и к нам приходил адвокат, предлагал свои услуги. Но они, адвокаты, не берут деньги за то, что вот выиграет, он тогда получит. Он возьмет и так за свои услуги, еще хочет комиссию за то, что если вот он выиграет суд, тогда вот все будет нормально. Там, со своей стороны, тоже адвокаты сидят. Поэтому судиться там особо смысла нет. Ну, и вот на этой, кстати, переобувке, то, что очень интересный момент, я тоже его забыл, пропустил. То есть вот эти новые арендодатели, они сказали, что последний платеж, который вы платили старым арендодателем, он не зачтется в аренду. Или, если он даже зачтется, то не зачтется обещанный платеж, который вы платили старым. И получается, что мы должны им платить также два платежа. Когда мы спрашиваем, почему, мы же вообще не знали, там, ваше здание, не ваше. Они никак это не мотивировали, никак не объяснили. То есть просто не зачтется и все. И судитесь с ними, отсуживайте у них, у старых. Мы к этому платежу не имеем отношения. Может, они имеют к нему отношения, откуда мы знаем, может, они вообще договорились. И всех нагнули на месячную аренду. Ну, так, чтобы понимать, у меня, например, месячная аренда стоит 90 тысяч рублей почти. У других там она стоит, ну, соответственно, от площади. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, там в целом здание, 7 этажей, вот с каждого бизнеса, с каждой клетухи собери, там, в среднем, тысяч по 70 рублей. Сколько это будет денег? Ну, этот денег точно хватит для того, чтобы организовать еще вот один такой захват на ней от людей. И чтобы они приехали и разобрались. Ну, то есть вот отлично, лихие 90-е у нас на дворе, они продолжаются, но только местами, скажем так. Поэтому думать, что сейчас у нас все здесь так хорошо, лояльно, что-то там захотел, снял, как там рассказывают. Ну, я там снял коворкинг там себе, там, замутил бизнес, открыл кафешечку. Это все, вот, знаете, вершина такая айсберга. Во-первых, о которой рассказывают, там, там, балаболы всякие от бизнеса, которые ни хрена в этом сами не понимают. Это первое. Вот. И во-второе, ну, те, кто с бизнесом, ну, напрямую они вот не сталкивались. Ну, к первым они, в общем, тоже относятся. Напрямую с бизнесом не сталкивались. Потому что тот, кто сталкивался, расскажет вам кучу историй. Я вот, во-первых, на своем канале рассказываю. Можете поговорить с любым предпринимателем, который занимается бизнесом, там, 5-10 лет. Снимал здание вот так в Москве. Это в Москве. Это все происходит в Москве, в столице. То есть, казалось бы, да, где все тут должно быть уже зарегулировано. Тут должен быть как эталон для других городов России, как вообще должны вестись дела. Я представляю, что в других местах до сих пор сейчас творится. Есть у меня истории, когда люди там снимают... Вот у меня знакомый снял подвал, сделал там квест. То есть, отделал стены, поставил электронику. Ну, квесты все знают, что такое квесты в реальности. Там вообще неотделимое, получается, там декором к стенам прикручивается намертво там барельефы, замки, электроника. А ему там через месяц, через два говорят, знаете, это вообще там здание не нам принадлежало, другим людям. И пришли его, и оттуда попросили уйти. Ну и все, ребята ушли оттуда. И на ремонт они потратили больше, чем 300 тысяч рублей. Гораздо. Я думаю, там уже миллион где-то был. Вот и потеряли тоже на этом. И как говорят, там, знаете, читайте внимательно договор, вы же понимаете там все. Надо понимать, что большинство договоров аренды в Москве, они, черти пойми какие, они всегда защищают интересы арендодателя. А даже если у вас есть договор, который защищает интересы человека, который снимает арендатора, он нормальный договор, хотя бы прямой договор аренды или субаренда какая-нибудь. Всегда можно там придумать капитальный ремонт, всегда можно поступить вот так с захватом, как я сейчас рассказывал. То есть вот такая дичь тоже происходит. И это, и такие истории происходят повсеместно. Вот у нас сосед зашел, который занимается музыкой тоже. Тоже с нами вместе. Его после 9 лет, да, выгоняют отсюда? Поменьше. Поменьше. И что там скажешь, куда нашли уже? Куда? Поедем на красные ворота. Короче, кто куда, да? Куда деваться, да. Спорить, бесполезать. Вот такой вот, блин, предприниматель у нас здесь вечно притесняемый кем-то. Хер без соли, да? Потому что мы мелкие предприниматели. А, потому что мелкие? Потому что мы все притесняемые. Ну да, ну ладно, будем стараться становиться крупными и будем сами тогда всех притеснять. Крупный предприниматель по мелким проходит как котов, он их даже не замечает. А, понятно. А арендодатель это крупный предприниматель? Ну я думаю, да. Как он тут? Ну предпринимательствовал себе целое здание в центре Москвы. Да, я об этом и говорю. Я вот хотел был купить это здание, посчитал. Да. Сколько у меня есть. Сколько уроков на барабанах тебе нужно было бы дать, чтобы купить это здание? Понял, что я должен здесь в одной комнате купить. Тебе лет 200 барабанить надо было бы от звонка до звонка. Пожалуйста. А нам нужно было бы, наверное, продать, наверное, миллион автокассессуаров просто. Миллион держателей для телефона и пару зданий в Москве можно уже приобрести будет. Ну то есть для того, чтобы прежде чем заниматься бизнесом, прежде чем вот снимать там офис, надо, во-первых, договор посмотреть, с людьми поговорить, то есть что там за люди, готовы они или нет, надо сдавать вам офис хотя бы в ближайший год, не говоря уже там 2-3 и так далее. Потому что договоры на офис заключаются, как правило, на 11 месяцев. Готовы они там дальше или нет. И всегда планируйте свой бизнес так, чтобы завтра, если вас с бизнеса попросили, выкинули, вот таким образом, вы могли взять и уехать, и это сильно вашему бизнесу не повредило. А если у вас бизнес такой, который основан на проходнике, то есть там, что клиенты, например, ходят именно в ваш спортзал, вот им удобно, что он именно здесь располагается, или у вас там кофейня какая-нибудь, или там кафе на проходе. Для вас это еще более важно, потому что я с интернет-магазином в основном продаю через интернет. Но у меня люди здесь какие-то приезжали за самовывозом, ну в следующий раз курьера вызовут. То есть сильно это не повлияет, это только вот убытки на переезды, ну вот это все. А люди, которые еще место прикормили, так они вообще могут весь бизнес потерять из-за этого. Но никого это не волнует арендодатели, и никто интересы предпринимателей, кроме самих предпринимателей, защищать не будет. Еще вот эти общества, не знаю, вот два слова просто скажу, защищают, там вот какие-то сходки, там защита интересов предпринимателей, постоянно что-то обсуждается у нас на правительственном уровне. Я не знаю, что там обсуждаются, но вот если такие вопросы, о которых я сегодня вам разговаривал, там бы обсуждались, я думаю, что их бы было меньше. Потому что такие вопросы, я считаю, ну всегда вот если такое происходит, я считаю, предприниматель должен иметь телефон, в котором он всегда может позвонить, и чтобы ему там помогли на правительственном уровне, на законодательном. Я считаю, что я если по договору снимаю офис, все там нормально плачу, все по договору, по юридическим документам, все там в порядке, если происходит вот такая дичь, я должен просто набрать номер, и по этому номеру мне должны оказать информационную поддержку и юридическую поддержку, бесплатную причем, как предпринимателю, который платит налоги исправно. А я должен решать эти вопросы сам. И как решать я могу сам? Либо с юристом, либо на понятийном уровне уже. Кто вот, знаете, насколько до кого дотянется, скажем так, либо просто терпеть, как бы получается. И вы, кстати, еще тоже не представляете, люди, арендаторы, они на самом деле в основном-то тоже, но это не просто там, не знаю, работяга на заводе. Поймите, что здесь куча людей, свои связи были. Там при мне приходили с корочками ФСБ. То есть вот на переговоры с арендодателем, арендатор приглашает своего там друг, знакомого, брата свата с ФСБ, который говорит, я сейчас здесь перетрясу, сейчас вас здесь нахер отсюда выгонят, никого не выгнали отсюда. В итоге все, как были, вот новые, кто вошли, так и остались. То есть люди, которым этим занимаются, они прекрасно понимают, что они правы, а если не правы, то они эту ситуацию в любом случае отстоять смогут, кто бы там перед ними не был. Поэтому учитывайте это всегда, когда вы будете снимать новый офис, красить его, вешать декорации, вставлять новые окна, неотделимое имущество, которое арендодатель оставляет себе. Потому что по договору все неотделимое имущество принадлежит арендодателю. А что такое неотделимое имущество, что такое отделимое, я на эту тему уже в каком-то ролике рассказывал. На самом деле смутные понятия. То есть краску от стен точно не отделишь. Ламинат от пола, от бетонного, ну по идее отделить можно. Но не дадут, неотделимое в основном считается. Кондиционеры какие-нибудь, но могут как отдать тебе, так и не отдать. Ну то есть еще тоже какие отношения с арендодателем будут. Здесь многие даже такую тему делали. Ролик уже затянулся, блин, но интересно про это все рассказать. Говорили арендодателю, да, окей, мы сейчас вам заплатим аренду, все нормально, а ночью уезжали. То есть собирали машины, ночью уезжали, особенно бизнесу. Я, например, не уеду так за час, потому что у меня там товар и пипец на несколько машин. А кто-то может уехать за час там, собрать свои там пожитки и свалить. То есть обманывали, говорили, да, отлично, я все заплачу. И сваливали. Сваливали просто из офиса. И арендодатель говорил, эти ребята нечестные, они нас обманули, сказали, заплатят и свалили. Ну нифига себе называется. Когда тебя выставили на один платеж и непонятно, что здесь завтра еще будет, что тебе предъявят, то люди уже просто бегут, лишь бы как-то свое имущество сохранить. Потому что те, кто не успели убежать, но потом планировали, у них закрывали дверь, заваривали дверь, ставили туда охранников на этаж, которые ходили каждые 10 минут. Не дай бог хоть кто-нибудь попытается оттуда выбраться. То есть еще имущество там удерживали. То есть некоторые с полицией, то есть были несколько случаев с полицией, прямо выбирали свое имущество оттуда, пытались забрать. Ну полиция, как правило, в таких случаях, чтобы арендодатель забрал имущество, помогала, вот насколько я это видел. То есть приходит полиция, там они что-то поговорят, арендодатель думает, ладно, хер с ним, самых упорных, короче, мы отпустим. Пускай идут. Так что такие дела. Надеюсь, было интересно, надеюсь, было полезно послушать. Я надеюсь, что было забавно вставочки вот эти смотреть, которые я нового офиса, старого офиса делал, как это все выглядит. Ну для того, чтобы вы понимали, что я вот это все не из головы беру. И все, что я на канале рассказываю, каждый свой опыт, каждый свой ролик, я пропустил через себя, через свои деньги, через свой опыт, через свою кровь отчасти, где-то временами. И кровь своих партнеров. Не только я один этим всем занимаюсь. Так что предпринимательский класс у нас, я считаю, зажат сильно. Зажат юридически, финансово, всячески. И я надеюсь, что мой канал помогает предпринимателям, хотя бы как-то во всем этом бардаке, который происходит, ориентироваться. То есть, где правильно как найти, где подстраховаться, соломку подстелить и так далее. Надеюсь, было интересно, как всегда полезно. С вами был канал Гусиные истории. Занимайтесь бизнесом, успехов вам, вашему бизнесу. Не забудьте подписаться, поставить лайки, напишите комментарий. Очень помогает продвижению канала, когда видео становится уже более популярным, когда много комментариев. То есть, комментарии помогают видео продвигаться, рекомендованные и так далее. Понравилось? Напишите комментарий. Желательно не меньше пяти слов, потому что более маленькие комментарии Google рассматривает, как спамы, особо к продвижению не помогают. Это все дело. Все, с вами был канал Гусиные истории, я Антон Гусев. Удачи, рад услышать, пока. Так, обещал вам показать новое место. Вот это у нас новое место. Только уезжаем, красим стены. Тут у нас склад, отдельное помещение. Тут довольно большое помещение для менеджера. Здесь Алексей Олегович у нас что-то с стремянкой возится. Я тут просто работаю. По совместительству стремянщикам. А предприниматели всегда работают по совместительству. Кем только можно, малярами. Вот эта стена уже покрашена. Что ж, а ты уже не доплывай. Да, тут у нас будут сидеть менеджеры. Сегодня суббота. А в субботу предприниматели работают так же, как и другие дни. Здесь вот эта уродливая стена, которая не покрашена, будет завершена крутым баннером с автомобилем. Ну, а дальше уже идет переговорная. Нет, это не кокаин. Это пенопласт, которым заделываются такие щели между помещениями. Потолки здесь, кстати, довольно высокие, что прикольно. Гораздо выше, чем в прошлом нашем помещении. Ну и все. Здесь пока еще валяется хлам. Уже стоят цветы. Здесь в понедельник будет празднество. Я, как вы уже знаете, алкоголь совсем не пил. Но приходится заботиться не только о себе. Ну, два места и окна. Окна завершены, но они выходят прямо в кирпичную стену. Поэтому показывать там особо нечего. Ну, вот так, в общем, выглядит. Так чувствует себя предприниматель. Как я в ролике уже об этом рассказал. Надеюсь, было интересно, полезно. И спрашивайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Показывайте это видео тем, кто только задумывается о бизнесе. И я с удовольствием отвечу, если эти вопросы будут. Рад был в очередной раз с вами поговорить. Удачи. Пока.